Гостей полковник, летчик первого класса Александр Яковлевич Кузин встречает в парадном мундире. А как иначе принимать награды? Памятные медали 75 лет битвы за Москву достойны 5 жителей областного центра. Александр Яковлевича лично поздравил мэр Владимир Шарыпов. Медаль памятная 75 лет битвы под Москвой. Мы очень вами гордимся и, конечно, вам долгих лет жизни. Александр Яковлевич – летчик-истребитель. Сражался с фашистами он фактически с первых дней войны. Летал на 30 типах самолетов. Помнит, как отразили первую попытку гитлеровцев покорить Москву. И вот девятка Ю-88 на высоте 2000 метров идет бомбить Москву с нашим направлением. Мы сидели в готовности. Поднимаясь, значит, сразу поднялось 4 самолета, потом еще 2. Тем образом, значит, эту девятку сбили 4 самолета. Одного самолета ранили подрану. Остальные ушли и добили их. Это в Черпухове стоял полк. Добил. Таким образом, первый налет на Москву с нашего направления закончился для немцев очень скорбно. Возможность слышать такие рассказы из первых уст и общаться с ветеранами напрямую, вероятно, главное богатство, которое досталось современному поколению. Александр Яковлевич рассказал нам буквально за 15 минут основные свои ощущения и поделился памятью как раз о первом налете немецкой авиации на Москву с его направления. И, конечно, тут слушаешь и как будто смотришь действительно кино. Мы такого себе, наверное, даже и представить не можем. Александр Яковлевич известен в городе и своими послевоенными делами. Это он создал школу авиаторов «Высота». Говорит, что так собирал детей с улицы и превращал их в настоящих патриотов, готовых служить своей стране. В этом году «Высота» отпраздновал свой полувековой юбилей, а ее основателю через несколько месяцев исполнится 100 лет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.